всем ребят привет сегодня у меня видеоролик довольно таки интересный и полезный хочу поделиться радостной новостью что у нас за окном весна и скоро наверное через недельку уже выйдем на полноценный коп но для этого чтобы выйти нужно иногда как говорится приготовить саночки чтобы зимой так кататься и сегодня у нас будет аська 250 со стандартной катушкой как вы знаете этот прибор я до сих пор использую хоть у меня есть более дорогой профессиональный прибор это macro eraser вот но про аську 250 я никогда не забываю и она у меня полноценно работает на шурфах катушка как говорится моно очень хорошо себя зарекомендовала на шурфах и я не могу с ним расстаться до сих пор но к сожалению бывает такое что катушка вот смотрите совсем не держится это из-за чего происходит из-за износа проушин и штанги вот иногда бывает как вы видите здесь вот начинается подкладывание всяких пластинок всяких всяким в общем кому как угодно вставляют чтобы катушка была закреплена в одном положении в котором вам нужно и сегодня будем устранять эти недостатки и немножко свой а аську 250 модернизировать то есть мы сегодня сделаем и а подсветку табло и громкость как вы знаете орет аська 250 очень громко на всю деревню а если вы не хотите как говорится привлекать внимание громкость нужно убавить или же одеть просто наушники но зачастую наушниках неудобно ходить вот есть такие случаи когда без наушников лучше ходить но все равно так что сегодня немножко затрону эту тему по модернизации по ремонту будем ремонтировать катушку и подлокотник который у меня недавно ломался и я вам покажу все вскопом как это все я делал в одном видеоролике так что смотрим будет довольно таки интересно ну а в первую очередь давайте ребята разберемся с катушкой катушка тоже имеет свойство изнашивается но и не исключение в нашем случае как вы видите проушины у нас осуществляется износ видите по всей окружности по размер болта то есть болт вот таким вот образом крепится на проушине и осуществляется износ когда катушка ходит по оси на штанге и осуществляется износ чем это плохо тем что сама проушина становится тоньше и чревато тем что на копе может быть в любой момент обломаться само ухо вот это происходит что внешне наружу и внутренней то есть износ осуществляется очень серьезный и проушина становится тоньше многие конечно вставляют всякие пластинки бумажки картонки и все прочее но сегодня мы сделаем увеличение проушин и тем самым мы сделаем их куда прочнее чем было до этого и сейчас я вам это все продемонстрирую это у нас клей как и бокситный клей называется здесь у нас находится и бокситная смола и сам затвердитель вот два компонента нужно будет их смешивать и конечно же будем вот такое оптоволокно использовать можно конечно купить но и я нашел на улице валяется она кругом где у нас проходит тепловые линии там кругом и вот такие вот два компонента будем смешивать этого будет 10 а этого 1 то есть пропорции один к десяти так что сейчас смешиваем и будем осуществлять свой процесс итак два компонента мы сделали в одну емкость много нам не нужно все это хорошо нужно взбалтывать течение пяти десяти минут появятся пузырьки и это в принципе будет однозначно сказаться на его консистенции то есть когда появляются пузырьки это означает что состав у нас практически готов многие конечно закладывать микроволновку чтобы побыстрее приготовить этот смесь но я как бы знаете по старому дедовскому методу смешиваю два компонента и размешивая в течение пяти десяти минут когда появятся пузырьки то есть произошли как говорится реакции двух компонентов и в принципе смесь уже будет готова так помешиваем периодически через каждую минуту вот затем я сделал вот такие вот небольшие шаблончики из нашего оргстекла вернее не оргстекло как она называется текстильная такая ткань которая оборачивает у нас теплолинии в принципе но степловолокно до его еще так называет и мы уже будем непосредственно накладывать наш клей на катушку на уши и затем при помощи вот этих вот заготовок осуществлять будем бутерброд тем самым будем увеличивать толщину наших катушек сейчас приготовим наш состав и вернемся к нашему производству ну и получилось ребята у нас вот такой бутерброд сначала выглядит невнятно непонятно небрежно но уверяю вас когда подсохнет а это нужно 24 часа этому клею как подсохнет а потом можно все аккуратненько красиво убрать при помощи болгарки и напильником потом сделать аккуратное красивое закругление так что даем подсохнуть 24 часа этому клею и потом уже можно использовать его в копии с уверенностью что уши не отломаются ну а сейчас возвращаемся к нашему прибору у нас еще лежит подлокотник ну и модернизация нашего блока управления подсветка и громкость смотрим и так ребят первое дело мы сделали отремонтировали катушечку завтра мы ее зашкурим но думаю возвращаться мы не будем к ней в сам процесс вы поняли то есть на катушку на уши накладываем клей и у нас ткань клей и ткань то есть всего нужно на два максимум три бутерброда этих сделать и в принципе этого будет достаточно но я сделал два и мне будет выше крыши так что завтра я просто зашкурю и вот и принципе на этом и будет все следующее что я сейчас вам покажу это как мы будем делать подлокотник в принципе будем тот же клей использовать но подлокотник у меня развалился пополам заказывать его новый в принципе дороговато делать какой-то прибор тоже сложновато потому что много я видел всяких рецептов изготовления там из алюминия и все прочее но я сделал куда проще быстрее и надежней так что смотрим а потом вернемся ну об этом я чуть позже итак ребят спустя 24 часа подсохла я подрезал все подровнял я вам эту тему не затрагивал как я все это ровнял но обычной болгарочкой подрезал все напильником подругал и получилось вот так вот в принципе достаточно сносно болт у нас свободно влазит так что сейчас поставим на прибор катушку и посмотрим на результат так кто-то может задаст вопрос а почему у меня здесь вот накрутил белую изоленту это для того что айску 250 я буду использовать в этом сезоне для подводного плавания то есть будем мы с вами копать под водой и я думаю у меня из этого что-то и выйдет а изолента это как для ориентира вода у нас грязная и чтобы было видно белую изоленту под водой вот и ориентироваться по этим отметкам так что сейчас поставлю катушечку на прибор и возможно в ближайшем будущем мы его будем использовать под водой а также на шурфах и так ребят с катушкой я закончил прошло 24 часа и в принципе закрутив на хомутах катушка как вы видите нормально держится то есть затянув она уже никуда не шевелится так что ребята вот такой вот мой вам совет рекомендация у кого бывают проблемы с катушкой которая болтается вот так вот хаотично можно решить проблемы в принципе всего-навсего за 24 часа когда сохнет клей или же просто пользуйтесь как по старинке как и все подкладывайте пластинки обматывайте изолентой и все прочее в общем можете мучиться или же подготовить свой прибор чтобы не было никаких проблем на весь сезон так что вот так смотрим следующий сюжет о чем поговорим вы уже об этом знаете ну и продолжаем смотрим здесь вот я в левом углу сделал тумблер регулировки звука громкость меня вот таким вот способом регулируется принципе очень удобно а вот справа это у меня освещение панели тем самым мы усовершенствую свой прибор можно заниматься ну на этом ребят я и закончу свой необычный такой видеосюжет постоянно что-то ломается выходит из строя и не знает как этот ремонтировать и чем и сегодня я вам показал наглядно что клей эпоксидный очень шикарно справляется со всеми со всеми недостатками которые у нас встречаются поломки трещины и все 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 можно отремонтировать непосредственно этим клеем так что и все на этом заканчиваю и пока да кстати чтобы клей работал именно шикарно функционально как вы хотите от него результаты нужно его смешивать нужных пропорциях это один к десяти хорошая замешивание компонентов и тогда он прослужит вам не хуже сварки так что на этом все всем пока и палец к верху